Доброе утро, друзья. Железа на проводе. Это будет один из фильмов, но экспромтом, потому что я уже создал их несколько десятков, и все они посвящены тем садоводам, которым по незнанию или по судьбе достались участки с близкими грунтовыми водами. Сколько раз мы разбирались, и будем разбираться снова. Надежда Кудряшова берет и... Это, кстати, половина только ее писем. Вот. Меньше половины. Берет и присылает мне 10 тысяч рублей. Говорит, я хочу наложить сад. Прежде нее попытки, это слезы. Как у миллионов садоводов слезы. Вот. Вот. Я почувствовал особую ответственность за нее, за ее сад, потому что малые деньги выбросить. А если она эти 10 тысяч выбросила? Вот. Когда я ее семена высылал, ну, я решил в догонку прокомментировать то самое, что я ей высылал. Покажу примерно, как это выглядит. Ну, пусть это рукописно, пусть плохо вам видно, но видно все-таки, что посылка состоялась, посылка собрана. И вот я решил снова обратиться к этой теме. Месяцы назад ко мне обратился с точно такой же просьбой. В Москве, видите, я о нем рассказывал. Медик, 22 сотки. И сказал, мой сад должен быть лучший в Москве, в Московской области, помогите. Интересно, что я ему помог тем, что создал 5 фильмов. И они есть в Ютубе. Вот. И эти 5 фильмов на ознакомление я выслал нашей Надежде Кудряшовой. Она их посмотрела, но вопроса меньше у нее не стало. А тема эта безгранична. Знаете почему? Здесь несколько тем смыкается. Близко грунтовые воды. Надо знать, что вот это будет расти, допустим, с короткими корнями. А вот это со стержнем корнем. Через несколько лет просто возьмет и умрет. Это надо разграничить уже раз. Вот. Придется заняться межвидовыми прививками. А это такое, у шансов там меньше, чем у внутривидовых прививок. Согласитесь? Начинается война по двое с привоем. Значит, надо брать количество. И мне очень не хочется, чтобы эти 10 тысяч, а это сотни семян, чтобы это все не пропало. Интересно ведет себя почва. Знаете, как она себя ведет? Если она чувствует, что эта семечка не предназначена для этой почвы, а в данном случае мы говорим о близких грунтовых водах, часто говорим, часто говорим о глиняной почве, вот, тяжелой почве, о сублинках, тогда, получается, почва дает команду, семечки просто не всходят. Тогда мы перестаем садить под зиму. А весной возьмет и не взойдет. Я же не говорю о естественных врагах, о мышах, о преждевременном. Прямо поздней осенью может взойти, да, перепутает весну-осенью. Или ранней весной зайдет. Как взойдет? Лопнет семечка, лопнет косточка. Тут же становится беззащитная, и тут же раз последний мороз ее прибьет. Вот это все работает против сада. А 10 тысяч, они вот так сидят у меня, я даже им не рад этим деньгам, потому что ответственность-то. Она же говорит, помогите. Ну, что делать? Давайте делать так. Что у нее есть? Вот что у нее, допустим, есть. Вот. Ага. И она пишет. Мы будем долго разбираться. Возможно, даже у меня 30-минутный фильм, я ограничил себя, потому что вы меня уже, извините, доедаете за длинные фильмы. Пусть будут 30-минутные, а может их будет несколько. Вот она присылает фотографию, то, что у нее есть. Ну, о холмах речи нет. Значит, сгниет это место, не сгниет, но она уже знает, что надо бы садить на холмы. Вот. И она еще упоминает. Ну, в общем, вы поняли. Это прививка почка. Здесь обязательно страшная рана. Вот она. Вот. Вот она прививка почвы. Саденцы еще не это, не обязательно погибнет. Богатая. Ух ты, богатая какая. Ну, вот они есть. Я называю вот эти вот саденцы коллегами. Ну, куда ты денешься? Ну, не могут питомники продавать саденцы, привитые лучной копулировкой. Тогда с ветки получится их несколько, а здесь несколько десятков. Посмотрите, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Каждая почка – это будущее дерево. Если прививать почкой. А окулировкой. Ну, ладно. Так. Посмотрели. Точнее сказать, полюбовались. Что мы будем делать? Нам придется разбираться. Значит, давайте так. В принципе, в принципе, будем делить на те виды, которые терпят близко к гранатовой воде. Запоминаем сразу. Вишни, сливы, яблони. Эти и вишни, и сливы, и яблони дают корневые отводки. Но где все взять эти корневые отводки? Тогда я взял, смотрим, 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 смотрим. Ага. Ранетка желтая, пишу, 50 штук высылаю. Ранетка красная, так, 50 штук высылаю. Ранетка, одичавшая, 50 штук высылаю. Сибирка, оккультуренная, 50. Раз, два, три, двести, двести пятьдесят. Ё-моё, до чего? Все равно, раз вы живете на Урале, основой, уважаемая надежда, основой вашего сада будет яблони. Уж самая неприхотливая культура. И опять мы упираемся в то, что у вас в полутора-двух метрах вода. Возьмем семечки вот эти, вообще эти, 250 штук, посадите, так, посадите вы их как школка, что-то взойдет, что-то нет, статификации их начнете прямо в марте, им все, месяц надо, чтобы проклянуться, то есть, чтобы быть готовны к высадке. Вот, так, и потом у них начинается, вы на них привьете потом, вот, какое-то время они поживут, и, а, а, я не шучу, вы же решили пойти по длинному пути, это, как говорится песня, нормальные герои всегда идут в обход, мы с вами идем в обход, через 5-8 лет, ваши яблони могут начать загибаться, у них стержневый корень, он дойдет до воды, вот, всякие преграды, помните эти самые, заполнять ябы всяким этими препятствиями, там, упоминаю, около 10, начиная от листового железа и заканчивая шифером, все это ерунда, потому что, получается, наоборот, гнойник, если, если копать глубокую яму и застилать дно, ну, все, это не тема сегодняшнего занять, просто не делать этого, теперь так, пройдет время, и, вы не думайте, что у вас будет, не пугайтесь, зачем было столько денег посылать, что у вас 250 деревьев будет, нет, вот, но, приходит ко мне письмо, а там, написано, Валерий Константинович, в Петере торгуют вашими саженцами, ну, естественно, что это не мои саженцы, вот, и, к чему говорю, есть несколько человек, которые торгуют потомками моих самых лучших в мире, незамерзающих этих самых, абрикосов, слюбиш и так далее, вот, мы начинаем с вами долгий разговор с самого простого, во-первых, с ямой, и вот, когда они будут расти, у вас, если проявится интерес, ведь я же вам бы салдийский, запоминайте, диск инвертинации, разжеванно, прививка, диск номер три, в котором, что есть, книга, а там тоже схемы, схемы разговора, в печатном виде, значит, вы, пока зима, начинаете, да, вы жаловались про нож, ничем не могу помочь, ищите нож с односторонней заточкой, может, на пятый раз купите, четыре раза вам пришлют нож, который можно режать только хлеб, вот, с односторонней заточкой, но, я вам ничем помочь не могу, вот, и потом начинаете резать, 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 длинный, длинный косой срез, когда вы одним движением научитесь делать, а потом точно такой же опять одним движением, чтобы у вас получилось вот так вот, вот так вот, и тогда вы уже готовы, как говорится, стойлер против плотника, есть такое выражение, вы будете уже, вы будете уже, это самое, стойлер, и так, дело это нехитрое, и когда-то вы возьмете, или закажете у меня большую партию черенков, скажете, о, с большим этим запасом, вот, привьете эти, сто или двести вылезших, моих этих самых, неважно это, ранетка, оккультуренная ранетка, сибирка, просто сибирка, специальное разнообразие такое дал, и ранетка оккультурная, все это прививайте, вот так вот, у вас появится, маточный сад, почему, потому что лучший звуфик оставите навсегда, а что не то, что хуже, ну, чуть-чуть там, сантиметры меньше, на рынок, или вы будете гордо отдавать объявление, как та неизвестная дама, мол, дала объявление, и торгует саженцами железов, но вы будете говорить, железов мой друг, вот, ну, в обнимку фотографий такой не будет, но, доказать, что вы, это ученица раз, и у вас мои материалы два, и у вас уже начнется коммерция, а почему я так нудно подробно говорю, что не найдется еще кого-то, кто 10 тысяч пришлет, и получит то же самое, но это только начало разговора, почему, вот это массовое производство, вроде бы, вы не собираетесь торговать, вы не собираетесь, ну, то, что у вас получилось, ну, на черта было 10 тысяч высылать, а каких 10, вы еще потом отдельно оплатили, книгу бумажную, отдельно диски оплатили, привычные ленты отдельно оплатили, караул, кстати, я вам все это выслал, и вот получается, что потратили вы денег немало, вот, и когда у вас будет гусой такой, пока говорим про яблони, вот, лучшие из лучей останутся навсегда, и через несколько лет, ну, лет через 10, у вас яблони те же, а Урал, Сибирь для меня одно и то же, я сравниваю условия, ну, конечно, Урал, он чем, там настолько разный климат, буквально в километрах друг от друга, что, может, все-таки у вас не лучшее место, но будем надеяться, что лучшее, и тогда, яблони, лучшие из лучших, начнут давать вам по 20-30, через 8-10, по 20-30 введем, те же жугудовские, корунсаны, вот, и так все об этом поговорили, значит, первый этап, садите, второй этап, они начинают давать корневые отводки, в огромном количестве, так, вот, и, когда вы перейдете на корневые отводки, и на них будете привать, вот тогда уже точно, тут я еще говорю, а вдруг, корень, яблони, они надежные невероятно, я даже думаю, что, даже из сенцев подморитых, эти же Аранецкие, и Сибирьки, даже из них, даже они не должны погибнуть, но это надо угодиться, раз, вы еще холмы добавите, это все-таки лишних полметра можно сделать, до воды будет, лишних полметра, это не шутки, а уж когда корневые отводки появятся, вокруг этих же, а куда они денутся, и тогда у вас будет уникальный материал, а может это начало вашего пути, селекционера, невольного пусть даже, невольного, и, торгаша, извините, мне, я добиваюсь, чтобы мои ученики, вытеснили с рынка, всю эту, мразь, которая, покупает южные саженцы, морочит голову, представляете, Сибирь, и они, утверждают, что у них, что они, лично, выращивают, персики, черешню, и крупноплодные абрикосы, и не одной фотографии сада, ни у одного, ни у другого, ни у третьего, ни у четвертого, в лучшем случае, а мы покупаем, у других, да, нету, у нас, саженцы, перепродаем, но, зато, тоже у сибирских, а где в Сибири, вы найдите, хоть один черешневый сад, вот так, теперь, продолжаем этот разговор, значит, когда вы, будете иметь, уже маточный сад, яблок, вы скажете, я хочу грушу, вот давайте так, нам придется, даже потише говорить, помедленнее, вот, разбираться будем, долго, и упорно, ой, мне кажется, уже и двух, и трех не хватит, этих самых, этих самых, и так, корни, ну-ка, видно на экране, то, что я покажу, ага, видно, а и так, корни, вот так, корнесобственная, слива, вот, как видите, откуда у меня этот сад, представьте себе, что однажды, а я буду долго говорить, говорить, я буду 10 фильмов говорить, а вы можете отключаться в любую минуту, назло всем буду говорить, вот эту сливу, раз, два, три, четырехлетка примерно, привез мне, тот самый бодр, легендарный, мой друг, вот, уникальный, гений, и вот, для чего я показываю, его, а вот видите, корни, смотрите, он практически все выкопал, так, не знаю, то ли он на стержневый привал, то ли на, этот самый, на корневой отводок, вот, согласитесь, что, не опасно для него, полтора, два метра, но это, даже не знаю, какой сорт сливы, ладно, пойдем дальше, вот, будем подряд искать, вот эти вот фотографии, мне прислали с прибалтики, представляете, после каждого дождя, вода вот так стоит, вот так вот, посмотрите, и человек надеется, что-то вырастить, вот, видите, взял холмик по железу, но тут я сразу вам говорю, ведь мы же говорим, о близких грунтовых водах, чем вам не пример, да здесь, да, надо высыпать было земли, вот так, половину, как минимум, половину самосвала, вот, а это мне прислали фотографии, человек по железу работает, да тут корни уже в воде стоят, согласитесь, ну вот, ну-ка, что тут, не мой леса, жених, ассорти, ну, что ассорти, использую только я, значит, мой, ну, елки-палки, я специально вам показываю, ну, разве, это, холмы, коллега, дружище, да, это за границей, но рядом с нами, прибалтика это, вот, угораздило, да, ведь не зря показываю, вот, угораздило, и что меня убивает, рядом лес, вот он, тогда я еще думаю, господи, да, может быть, там, я все забыл, мы переписывали все, а может быть, там, там, все не так, может быть, до воды-то 3 метра, а здесь чистая глина, и после каждого дождя, вода стоит и не может туда просочиться, ну, тогда уже легче, почему есть такой шанс, а потому что там на дальнем плане нормальный дремучий лес, вот, ну, еще пару фотографий, полюбуемся, господи, смотрит жутко, полюбуемся, полюбуемся, это вот, то ли Латвия, то ли Эстония, ну, здесь уже какого покруче, слава богу, и вот я не могу вам, ну, это уже случайно в фотографии попало, вот, ну, ну, хоть и случайно, полюбуйтесь на настоящие посылки, на эти дерьмовенькие, которые это, размером с полокоть, так, теперь, мы с вами не можем отвлекаться еще на одну тему, которая называется, ну, скажу только, колодец, или биолокосудные рамки, уже есть у меня ученики, которые уже могут рамками определять, где близки грунтовые воды, для колодца, и наоборот, нормальную утеку, который не знает вообще, что под землей, он выкопает три колодца, в одном вода будет на расстоянии двух метров, в другом на расстоянии восьми метров, под землей есть, я их так назвал, глиняные линзы, вода стоит на разных уровнях, это зависит уже от плотности почвы подземной, но мы отвлекаться опять не будем, пойдем куда, сейчас скажу куда, и так, вот это вот, корневой отводок яблони, яблоня была выкопана в тайге, называется она сибирка, сибирка настоящая, у нее плоды размером, вот с такой ноготь, это оккультурная сибирка, или вот такой, как ноготь на мизинце, вот это и есть сибирка, значит, прожив год, уже будучи выкопана в качестве отводка, а в тайге 99% это отводки, а не семена, вот, она приобретает такой вид, и естественно, что, когда вы получите, вот это самое, вот это самое, где мы там, вот это вот, у вас никогда, никогда саженец такой не умрет от того, что, допустим, не может напиться воды, понимаете, ну, корневые отводки, вот они, вот, не могу я долго рассказывать, и теперь, когда вы получите сад на этих корневых отводках, которые, надежда, вырастите сами, из семян, второе поколение, уже, надеюсь, корневые отводки, а потом, это 70 лет, решаем проблему груш, допустим, набираем, ну, здесь пока ясно, набираем, где-то тут мы набираем, мы набираем, уходим с этой самой, ой, вы сейчас побываете, святая святых, когда-то, я, этот архив я дарю, Елена Александровна Савинича, пока одной, но, и у брата есть копия, и то, по-моему, она уже, это, устарела или не открывается, но, 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 когда-то, это, надеюсь, весь архив перейдет в какой-то из самых, главному, главному, академику, вот, чтобы он был распространен на все, на российскую науку, пока они отстали, они остались в девятнадцатом веке, и вот, что получается, значит, мы набираем вот здесь, слово, груши, почему, сейчас поймете, что-то грушно хотелось, да, груша, 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 так, не получилось, сейчас мы снова зайдем, снова зайдем, я никуда не спешу, архив, документы, а, вот почему, я не там искал, возвращаемся обратно, и находим, вот здесь набираем слово груша, вот, вот они, чем отличаются груши от яблони, я начинаю с того, потому что мне поверят, не поверят, поверят, не поверят, но я начинаю с того, что груши, с яблонями, являются близкими родственниками, например, ну, я все, мы все это проходили, вот сейчас где-то фотография такая встретится, вот, может быть, здесь часть моих фотографий полностью собрать, это не хватает ни времени, ни сил, груши, они, родственники яблонь, и если у них стержневый корень, и невозможно, у вас точно груша расти не будет, тогда мы возьмем ее, и привьем на яблоню, но тут начинается так, опять надо брать количество, одни сразу, и дают прекрасный урожай, и кто видел все эти 160 вебинаров, море, пример, вот, не могу я на них отвлекаться, значит, получается так, что вы вначале, если, допустим, уже я не смогу торговать этими черенками, мало ли, может, последний год, вот, видите, вы берете и выращиваете семена, уже культурных груш, культурных, так, и берете, отрезаете большую часть, и переносите на яблони, вот сам принцип, понятно, вот, значит, у вас появится грушевый сад, таким образом, вот, тут можно было бы поискать, ну, какие у меня урожаи, это после сбора урожая столько осталось, вот, теперь, раз получается, такой хитрый путь, все-таки, в грушевый сад вы можете вырастить, но на яблоневых корнях, я вам показывал, как выглядят яблоневые корни, давайте сразу про вранье, вот она подлая, нет такого человека, который не сообразит, что это рисунок, рисунок, вот, еще одна подлость, колонавидные груши, некогда комментировать, ну, и далее, показать вам грушу привитую на яблоню, ну-ка, может, удастся, может, удастся, может, удастся, здесь у меня экспромт, я не могу уже физически специально готовить подробные передачи, подробные, почему все позади, я уже сжег себя, вот, у меня тысячи фильмов, вот пять фильмов я показал, на детстве, она сказала, трудновато, учите дальше, вот она, груши на яблони, смотрите, здесь, допустим, была ошибка такая, не ошибка, а специально проверить, что же мне прислали, так, я беру, приваю на плодовую ветку, и на второй год получаю урожай, на третий год, тоже две, на четвертый год одна, на пятый год ветка мертва, вот, это называется скелетная прививка, для проверки, чего, чего прислали, качество это, а так, если на ростовую, ну, это уже опять, если я начну опять, мне 160 вебинаров надо, но я вам показал пример прививки, так, а вот это вот, вот это вот, видите, Макаров, у него на яблони груши, или на грушах яблони, но это исторический факт, вот, садовод Макаров, который живет в городе, Опнинске, один из лучших моих учеников, которым я горжусь, вот, ну, достаточно пока, надеюсь, вот, вот так вы будете выращивать саженцы, вот это саженец, Сергей Железов привез, на этот, на слет садовода, вот здесь слет садовода, посмотрите, какие у нас фрукты, у этих, вот, вот это его саженец, а вот это привезла фирма, тоже продавать, они все, мертвые, только, мне стыдно было это говорить, они высохли намертво, вот смотрите еще раз, Сергей Железов, фирма, которая прислала из Европы, сюда, в Сибирь, вы поверите, но я опять расскажу, вот тема, и так, фактически мы тему, такую закончили, в каком плане, у вас будет, эти самые, груши уже привиты на яблони, лучше, так, я посмотрю, семена я выслал, нет, вам именно, груш, я вам выслал отдельно яблоню мелбу, семена, вот, и, выслал семена колоновидной яблони, знаете почему, мы не можем их расстрелять, мы не можем их, мошенников, посадить в тюрьму, они правят сейчас Россией, но дело в том, я имею ввиду садовая Россия, в садоводстве, а то я политику не вмешиваюсь, тут дело в другом, колоновидной яблони можно возродить, вот я высылаю семечки, это, и у вас, я скажу, никогда не занимайтесь производством колоновидных, не только груш, слив, вишен, персиков, абрикосов, их нет на свете ни одного, их продают, воздух продают, а именно яблони есть, а вам нужно просто будет просить эти семечки, у вас они не замерзнут, вот, и семечки, колоновидные яблони, баргузин, и у вас в саду будет несколько штук, это такой авторитет придает, да я не торгую, я железов не торгую колоновидными яблонями даже, вот, хотя мог бы на них зарабатывать довольно больше, чем на чем-то другом, видели мои фотографии роскошные, но при этом, иметь в саду надо все, чего нет ни у кого, вот это один из принципов, уже не, ну и селекции, и того, что вы станете, извините, торгашом, но может быть уже, слово будет не такое презрительное, торгаши это они, ну скажем торговцам, вот первая серия заканчивается, да, поняли, яблони на яблони, груши на яблони, вот, ну и получается так, что, сейчас через 30 секунд все отключится, получается так, что мы с вами, поговорили, я отчитался, что я выслал, что касается яблони, и будущего сада Грушева, пока так, теперь мы переходим в серию номер 2, оказывается, в одну серию вложиться невозможно, до свидания, до свидания, друзья, вот, на этом все, нет, не все, будем продолжать, до свидания, до свидания, Продолжение следует...